С начала сентября полиция Адыгеи из незаконного оборота более 20 раз изымались наркотические средства. В квартире одного из подозреваемых сыщики изъяли около полукилограмма марихуаны. Собранные оперативниками профильного подразделения полиции материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Краснодарского края. При себе мужчина хранил сверток с высушенной растительной массой, которой оказалась марихуана. В ходе дальнейшей работы сыщики выяснили, что наркотик фигуранту сбыл 43-летний житель Тахтамукайского района, подозреваемый во дворен в изолятор. Кроме этого, принесли результат мероприятия, инициированные сотрудниками полиции Геогинского района. Заранее получив информацию, стражи правопорядка задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя. Он прятал пакет, в котором находились части растительного вещества. Эксперты подтвердили версию оперативников, изъятым оказалась конопля. Следует отметить и еще один пример эффективной работы сотрудников полиции Адыгеи. В ходе обыска в доме 43-летнего жителя Тахтамукайского района сыщики изъяли около полукилограмма марихуаны. Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы. Далее коротко о наиболее заметных фактах и событиях в ведомстве. МВД информирует жителей и гостей республики о том, что на официальном сайте запущен опрос мнения граждан об оценке эффективности деятельности участковых и полномоченных полиции. Принять участие в опросе можно, перейдя по специальной ссылке, размещенной на официальном сайте ведомства. В связи с поступающими запросами о порядке допуска к участию в дорожном движении и транспортных средств, зарегистрированных в странах участников Евразийского экономического союза, Госавтоинспекция разъясняет следующее. Обязанность госучета транспортного средства установлена федеральным законом от 3 августа 2018 года номер 283. Однако данные требования не распространяются на автомобили, участвующие в международном движении. Транспортное средство может считаться таким, если принадлежит лицу, имеющему постоянное место жительства вне территории России. Таким образом, гражданин Российской Федерации не может рассматриваться в качестве участника международного дорожного движения, если не имеет постоянного места жительства в том государстве, где зарегистрирован автомобиль. Сотрудники полиции Адыгеи проводят проверки по фактам возгорания автомобилей. Такие случаи имели место в Майкопе и Кашихабльском районе. ГИБДД напоминает владельцам о том, что водитель перед выездом обязан проверить техническое состояние своего транспорта. В обязательном порядке необходимо иметь в салоне заправленный огнетушитель. Ежегодно МВД России проводится социальная акция «Гражданский мониторинг». В ходе нее представители гражданского сообщества должны узнать о том, как полиция оказывает госуслуги. Вместе с общественниками в рейдах принял участие Вадим Агарков. Одна из этих служб – управление по вопросам миграции. Ежедневно тут обрабатываются сотни заявлений на оформление и выдачу документов как россиянам, так и иностранцам. Здесь Светлана Дорошенко и Сергей Козлов внимательно осматривают служебные помещения и оборудование. Еще одним подразделением, где побывали общественники, стало МРЭО номер один ГИБДД. Гостей встретил начальник, полковник полиции Теучеш Гучетель. Он рассказал о том, чем занимается служба и остановился на последних нововведениях в законодательстве. Представители совета побывали на сдаче основного теоретического экзамена кандидатами в водители, увидели процесс изготовления удостоверений и пообщались в этот день с посетителями. Общественники узнали о перечне и особенностях предоставления госуслуг информационным центрам и отделам по контролю за оборотом наркотиков ведомства. Александр Киреев и Анатолий Коровов смогли оценить уровень профессионализма сотрудников этих служб. Личный состав тоже знает свои нормативные документы и реагирует на приходящих, так сказать, людей, которые нуждаются в этом отношении, что они внимательно относятся к просьбам. Проводятся такие акции и в районных ОВД. В миграционном отделе Маякопа с проверкой побывал Николай Киселев. Он узнал об особенностях приема граждан и наиболее востребованных у населения услугах. В Тахтамукайском районе Асфар-Мыс и Медобалетово посетили МРЭО и службу по вопросам миграции. Их интересовало качество предоставления населению госуслуг и рассмотрение предложений, поступающих от заявителей. Вадим Агарков, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Маякопа проведен комплекс мероприятий по изобличению 34-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края. Мужчина причастен к незаконному распространению запрещенных веществ. Подозреваемого сыщики задержали в одном из микрорайонов Майкопа после осуществления нескольких тайниковых закладок. Эксперты-криминалисты изучили содержимое пакетов и выяснили, что в них находились героин и метадон. Он планировал их реализовать путем передачи покупателям координат тайников с использованием сети интернет. Кроме этого, при себе фигурант еще хранил более 30 свертков с аналогичными веществами, которые также собирался спрятать, однако это предотвратили сотрудники полиции. По заключению специалистов, в них находилось более 2 граммов синтетических наркотиков. По данному факту, следственным подразделениям отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России и водворен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В рамках проведения конкурса «Народные участковые-2020» завершился первый этап голосования на официальном сайте МВД по республике Адыгея. Граждане выбрали лучших участковых на районном уровне. По итогам голосования, в котором приняли участие сотни жителей Адыгеи, наибольшее количество голосов набрали следующие участники. Арсен Шибзухов, город Майкоп, Армен Катанчан, Майкопский район, Евгений Бакулин, Геогинский район, Рашид Анчоков, Красногвардейский район, Анзор Татлок, Кашихабльский и Шовгиновские районы, Аслан Хабаху, город Адыгейский, Теучешский район, Али Тлихусеш, Тахтамукайский район. Во втором этапе конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября, из вышеуказанных претендентов предстоит выбрать лучшего участкового, который представит полицию Адыгеи в финале на федеральном уровне. Редактор субтитров А.Семкин